Дело такое суровое. Вы выбрали из всех процессов суд над контр-адмиралом Николаем Небогатовым и офицерами его эскадры по обвинению о сдаче плена. Это русско-японская война. Это последствия русско-японской войны. И здесь я как раз говорил вам, что мне страшно интересен самому этот процесс был, потому что здесь в подобную историю попал мой прадедушка. Вот военный врач русско-японскую войну, который остался в плену со своими солдатами и младшими офицерами, полковник, и были большие неприятности. Как они разрешились и разрешались вот такие вот вещи, мы узнаем, кстати, из этого процесса. Да, о нем не очень много говорили в советское время, а если и говорили, то говорили обычно в таком контексте, что вот, дескать, царизм искал стрелочников. Да, понятно, нужно было найти. Вот, вы знаете, нет. Вот в данном, по крайней мере, случае нет. Это действительно событие, я имею в виду сдача четырех броненосцев в плен подъем японского флага на этих кораблях. Событие, которое вызвало чрезвычайно бурную дискуссию, в первую очередь, в армии. В первую очередь, вот сами военные хотели разобраться, как быть в ситуации, когда сопротивление, ну, мягко говоря, нецелесообразно и практически невозможно. То есть, это не столько попытка вот обществу предъявить каких-то там виновных, это попытка, в первую очередь, с одной стороны, одной стороны, условно назовем, очень условно, конечно, консерваторами, отстоять принцип вот стоять и умирать, несмотря ни на что. А другое, это вот новое уже веяние XX века, что людей нужно сохранять, если нет смысла в их гибели. И этот военный суд, действительно, дело рассматривало в декабре, на самом деле, в последнюю неделю ноября и первые полторы недели декабря 906 года, рассматривало особое присутствие военно-морского суда Кронштадтского порта. Но, по сути, это военный суд Балтийского флота. Да. Почему Балтийского? Потому что и вторая, и третья Тихоокеанская эскадра формировались на Балтике, соответственно, из балтийских экипажей и так далее. Присяжных не было. Это особое присутствие. Значит, шесть военных судей, пять из них адмиралов, это председатель суда, четыре адмирала, председатель суда генерал-лейтенант Бобицын, четыре адмирала и подполковник. Вот эти судьи, обвинитель товарища главного военно-морского прокурора генерал-майор Вогок, брат довольно известного российского военного разведчика, тоже генерала Вогока. Но, тем не менее, это не военный трибунал, это не военно-полевой суд. Значит, процесс гласный, открытый, присутствуют представители прессы. И очень ярко представлена защита. Поскольку процесс очень большой, 78 человек на скамье подсудимых, это один адмирал, контр-адмирал Николаевич Небогатов, и, соответственно, 77 офицеров. В одной статье Владимира Дукельского я встретил утверждение, что там были вот от адмирала до матросов. Нет, матросов там не было. Было довольно много младших офицеров, там есть и мичманы, и прапорщики по морской части, по артиллерийской, но нижних чинов, что называется, там не было среди подсудимых. Так вот, их защищало несколько десятков адвокатов, причем это не какие-то там молодые адвокаты по назначению, это действительно яркие имена тогдашней российской адвокатуры. И среди них один, можно сказать, гений. Это Николай Платоныч Коробчевский, я обязательно отрываю, но речь про цитин. В чем, собственно говоря, дело? Ну, я думаю, что подавляющим большинству наших слушателей в общих чертах цусимской истории известно, поскольку я очень хорошо помню, что и в моем детстве, и в детстве тех, кто постарше меня лет на 10-15, практически в каждой домашней интеллигентной библиотеке было две книжки. Был «Порт Артур Степанова» и была «Цусима Новикова прибоя». И мальчишки, по крайней мере, мальчишки, конечно, эти... Кстати, вот здесь всегда была дискуссия, у кого правильно, у кого неправильно. Совершенно верно, у кого правильно, у кого неправильно. Да, и может ли баталер писать, как на «Новиков прибой». Ну, а если я правильно помню, Степанов вообще ребенком был во время этих «Порт-артурских событий». Новиков прибой хотя бы проделал весь этот путь, кстати говоря, на одном из кораблей, по поводу которых он был на броненосце. «Орел», который, в частности, один из тех четырех, который под командой Небогатого сдался в плен. И у «Новикова прибоя», кстати, это все описано. И, тем не менее, буквально в двух словах, сегодня не от «Цусиме» отдельно речь, естественно, а вот именно о долге и о двух пониманиях долга командирка. Но, значит, когда началась русско-японская война, к этому времени на Дальнем Востоке, в первую очередь в порт Артуре, который был незадолго до этого вместе с Лаудонским полуостровом получен в аренду долгосрочную Китая, уже находились довольно крупные военно-морские силы. Первая Тихоокеанская эскадра, так называемая. Но японский флот ее значительно превосходил, по всем показателям. И когда начинается война, принимается решение направить на Дальний Восток еще одну эскадру на усиление. И идея заключалась в том, что две соединенные эскадры образуют мощный флот, который будет превосходить японский. И это, соответственно, даст возможность и деблокировать порт Артур, и держать по меньшей мере флот адмирала Тога на почтительном расстоянии. А тем временем постепенно, поскольку пропускная способность железной дороги была очень невысока, постепенно будут накоплены сухопутные силы, которые позволят, соответственно, одержать победу. И вот на Балтике под командованием начальника главного военно-морского штаба адмирала Зиновьева Петровича Рожественского формируется вторая Тихоокеанская эскадра, куда войдет достаточно внушительные силы. В частности, четыре новейших первоклассных броненосца типа Бородино. Вот Орел один из них. И эта эскадра, ну, там, поскольку некоторые корабли еще достраивались, значит, проходили плановый ремонт и так далее, формирование эскадры займет довольно приличное время. Она формируется в Кронштадте, в Ревеле, потом перебазируется в Лебаву. И оттуда 2 октября 1904 года выходит вот в этот свой беспримерный поход. Беспримерный, потому что предстояло пройти совершенно колоссальное расстояние. При этом еще большие броненосцы не могли идти Суэцким проливом. Он был до них недостаточно. Да, через канал они не могли пройти. Пришлось часть, пришлось огибать Африку. И это все у Новикова прибоя. Вот это великолепно описано. Вот тут ему можно верить. Все эти бесконечные погрузки, разгрузки угля с германских угольщиков в открытом море Пшангле и Франции свои порты не предоставляли, придерживаясь нейтралитета в этой войне и так далее. Все это очень интересно, все это прекрасно описано. А дальше происходит событие, которое весь этот план делает фактически невозможным. Пойдет порт Артур, будет частично погибнуть, частично будет затоплена первая Тихоокеанская эскадра. Рождественский об этом узнает на Мадагаскаре. В течение месяца там будет переписываться с штабом, с Адмиралтейством. Но Адмиралтейству в конечном итоге принимает решение, тем не менее, он должен идти. А для того, чтобы создать хоть какое-то, условно говоря, психологическое ощущение равенства в силах, на Балтике набирают все то, что еще теоретически способно, что называется, ходить под военно-морским флагом. Ставят во главе этого так называемого Третьей Тихоокеанской эскадры Николая Ивановича Небогатого и отправляют в догонку к Рождественскому. Они встречаются только уже у берегов Индокитая буквально за 10 дней, за пару недель до сражения. У них нет ни времени, ни возможности на отрабатывание каких-то совместных действий. То есть, Рождественский буквально строит свою эскадру и движется в Сусимский прорыв. Ну, а дальше, 14-15 мая, видимо, самая крупная катастрофа российского флота за всю его историю. Когда в силу самых разных причин вот эти вот силы либо гибнут, либо попадают в японский плен. Очень небольшому количеству кораблей удастся, так сказать, выйти из этого боя и спастись. Что происходит в бою? Значит, сам Зиновий Петрович Рождественский, который находился на корабле, который шел первым в этом строю на флагмане на князе Суворове, он получает очень тяжелое ранение. И на несколько часов становится не очень понятно, кто командует эскадрой. Небогатов потом будет утверждать, что он исходил из того, что после выбытия строя Рождественского должен вступить в командование эскадры так называемый младший флагман. Это адмирал Фелькерзам. Адмирал Фелькерзам к этому времени был уже три дня как мертв. У него в бухте Камранде стояла эскадра на территории нынешнего Вьетнама. У него случился инфаркт, и он через несколько дней скончался. Об этом открыто эскадре не объявляли. Ну, моряки вообще люди очень суеверные. Представьте себе, какое бы это произвело впечатление. Да, оно порядок. Да, оно порядок. Командование. Рождественский утверждал, что был поднят специально оговоренный сигнал. Что-то вроде там на корабле таком-то сломалось, то ли шлюпбалка, то ли что-то в этом роде. Небогатов утверждал, что он этот сигнал не получил. Что он не знал о том, что Фелькерзам уже нет взрыва. Вечером, уже в 6 часов вечера, с миноносца, на который сняли раненого Рождественского, сначала сигналом, а потом голосом с другого посыльного судна Небогатого передали. Что он должен вступать в командование эскадра. Наступает ночь. Ночь очень тяжелая. Японские миноносцы шныряют. Кое-где продолжаются боестолкновения. На утро у Небогатого, вот собственно, под его командованием, 5 кораблей. 4 броненосца. Император Николай I, Орел, генерал-адмирал Апраксин и адмирал Синявин. И крейсер Изумруд. Появляются японские дымы. Японцы окружают, заходят в голову, начинают обстреливать. Командир Изумруда, капитан первого ранга Василий Николаевич Ферзен, несмотря на полученный приказ сдаваться, приказ Небогатого, о котором мы сейчас поговорим, не подчиняется этому приказу, воспользовавшись некоторым замешательством японцев, крейсер Изумруд прорывается и уходит. Вот это потом будет одним из упреков. Мог же. Одним из упреков даже не столько Небогатого, сколько капитаном, командиром кораблей. Вот, дескать, вы не обязаны подчиняться заведомо неправильному приказу. Сейчас я процитирую соответствующий пункт обвинительного заключения. Другое дело, что там дальше с этим самым крейсером Изумруд история такая. Финал не вполне героический. Хотя до этого все было прекрасно. Но, видимо, во-первых, стресс жуткий придавил Ферзен уже после этого. Кроме того, он боялся того, что японцы выставили минные заграждения на подступах к Владивостоку. Они их таки выставляли. В общем, он то ли специально, то ли случайно пролетел мимо Владивостока на 120 миль севернее. А дальше, значит, корабль сел на камни. И он, даже не пытаясь его с камней снять, приказал корабль взорвать. И пешим порядком экипаж придет во Владивосток. Поэтому вот такой низкосмазанный получился этот подвиг Изумруда. Хотя, вот, собственно, обстоятельства ухода от японцев, безусловно, вполне себе поступок героический. А что касается того, что творилось в это время на броненосцах, вот по этому поводу это на суде все будет очень подробно, по минутам будет пытаться разобраться. Вот среди свидетелей будет очень много, в том числе нижних чинов и баталеров, и кондукторов, и рядовых матросов, сигнальщиков. Суд будет очень подробно разбираться, от кого вы получили приказ, почему приказу вы передали такой-то сигнал, во сколько вы его передали, а что там ответил тот или иной офицер. Что, собственно говоря, инкриминировали? Контр-адмиралу Небогатого инкриминировалось, значит, контр-адмиралу Небогатого и командирам крейсеров, они обвинялись в том, я цитирую обвинительный акт, в том, что 15 мая 1905 года они, будучи настигнуты и окружены в Японском море неприятельской эскадры, без боя спустили флаг, не исполнив обязанности своей по долгу, присяге, и в противность требованиям воинской чести и правилам морского устава. Это вот командирам. А офицерам, которых больше 70 тоже оказалось под судом, им каждому инкриминировалось, что этот человек, будучи осведомлен о принятом начальникам эскадры и командирами судов решении сдать без боя броненосца нашему неприятелю, в нарушении присяги и верности службе, имея возможность предупредить преступление, заведомо допустили содеяние он его. То есть, что они подчинились заведомо неправомерному приказу. И вот, собственно говоря, вот все эти две с лишним недели судебного разбирательства, это в конечном итоге разговор о том, где заканчиваются обязанности командира и подчиненных ему офицеров сражаться до последней капли крови, где должна вступать в первую очередь забота о людях выходить на первый план. Ну, а Сергей нам пишет в своей СМС, что, по сути, это был суд, на котором решали, что важнее честь или жизнь, у этого суда не может быть правильного решения. То есть, однозначно. Я понимаю, что Сергей говорит, но, вы знаете, не совсем так, наверное, все-таки. Скажем так, защита будет отстаивать точку зрения, что в спасении жизни подчиненных тоже есть честь. Это не что важнее чести или жизни, это скорее о двух разных пониманиях чести. Вот я бы так сказал. Я постараюсь привести этому доказательству. Значит, как обвинитель генерала Майора Вога, как он, собственно говоря, отстаивает точку зрения обвинения. По статье 354 морского устава командир судна должен продолжать бой до последней возможности. Во избежание бесполезного кровопролития ему разрешается не иначе, как с согласия всех офицеров сдать корабль, если нельзя одолеть течи, и судно начинает тонуть. Если все средства обороны истощены, и потери в людях столь значительно, что сопротивление совершенно невозможно. И, наконец, в случае пожара, которого нельзя погасить. При всем том, сдача в таких обстоятельствах разрешается только в таком случае, если корабль нельзя истребить и искать спасение команды на берегу Левшлёпка. Вот, собственно, достаточно исчерпывающая последовательность, как говорится, вот этих отступлений. Значит, что касается состояния кораблей и способности этих кораблей оказывать японцам сопротивление. Она тоже очень серьезно на процессе исследовалась. Корабли были в разном состоянии. Если Орел, на котором служил Новиков прибой, был действительно очень здорово поврежден, потому что он, один из четырех вот этих новейших броненосцев, он попал под самый сосредоточенный, самый мощный огонь эскадры Адмирала Тога. Ему очень здорово досталось. Другие броненосцы там в разной степени были повреждены значительно меньше. Где-то там выбыл, по-моему, два или три матроса всего-навсего. Остальная команда была цела. Там одно единственное орудие пострадало. Остальные были в состоянии. Но это старые корабли и дальнобойность их, и изнушенность механизмов. Все это, в общем... Ну, я не специалист, поэтому я не могу судить. Но эксперты очень по-разному оценили, в том числе и так, что эффективного сопротивления японским кораблям они оказать не могли. Значит, обвинитель дальше говорит. Статьи, имеется в виду статьи соответствующих уставов, обязывают подчиненных не исполнять приказания начальника, если он предписывает нарушить присягу и верность службе или совершить деяние явно преступное. На основании этих статей офицеры, исполнившие приказания начальника, направленные на осуществление незаконной сдачи, должны отвечать как участники или попустители преступления, если только они сознавали, что своей деятельностью способствовали осуществлению незаконной сдачи. И дальше генерал-майор Вогок произносит, видимо, ключевые слова, в которых формулируется цель, задача и смысл этого процесса. Он говорит, если признать, что при превосходстве сил врага сдача допустима, тогда флот утратит свое значение. Не будет, может быть, сусимских погромов, но и не будет и побед нужных государств. Ну, в общем, точка зрения, безусловно. И точка зрения, в которой можно отстаивать. И, собственно, точка зрения, которая, безусловно, опирается на устав. Будучи спрошены, признают ли они себя виновными, подавляющее большинство офицеров, младшие офицеры, все без исключения, себя виновными не признали. Значит, себя виновным признает Небогатов. И вообще будет на суде, вот к чести Николая Ивановича, он всячески будет говорить, виновен я один. Вот как, когда принималось решение о сдаче, как он сказал, что я на себя беру все. Так вот, он продолжает этой линии придерживаться. И это как бы бесспорно. Он и в последнем слове об этом будет говорить, я его обязательно процитирую. И частично себя признает виновным командир Николая I, Смирнов, капитан первого ранга, который действительно, видимо, с самого начала был сторонником идеи сдачи. Он, собственно, первый эту идею высказал. Он направил записку Небогатого с этим предложением. Он сказал, ну, это мы еще посмотрим. Но через некоторое время склонился. Да, тоже благородно. И тоже это, в общем-то, тоже понимание чести. Безусловно, конечно. Алексей Кузнецов. Мы процесс контр-адмирала Небогатого продолжим через пять минут. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Процесс контр-адмирала Небогатого о сдаче в плен, о сдаче над ним и над офицерами эскадры Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Этот процесс выбрали вы из того списка, который мы вам предлагали. И вот сейчас, вот, понятно, обвинительное заключение. Абсолютно. Вот это тот, Аня, не очень распространенный случай, когда обвинительное заключение и речь главного обвинителя совершенно четки. Вот уставы. Вот, соответственно, таковы требования к командирам кораблей. Вот таковы требования к командующему эскадры. Вот таковы требования к офицерам, если им отдан явно совершенно неправомерный приказ. Вот, соответственно, то-то, то-то, то-то и то-то. Вот такие-то. Вот вина каждого отдельного офицера в том, что он не, так сказать, упор против. Тогда очень интересно понять, какова линия защиты. А вот линия защиты была тоже заранее более или менее предсказуема. И поэтому организаторы процесса, в частности, обвинения, они с самого начала заявили вот такой тезис. Мы не разбираем целесообразность отправки эскадры на Дальний Восток. Первое. Мы не разбираем вообще русско-японскую войну. По этому поводу сейчас работает отдельная комиссия, что правда. Мы разбираем обстоятельства действий конкретных командиров в конкретных боевых условиях. Мы не говорим о причинах этих боевых условий. А вот защита, люди гражданские, да, они с этой постановкой вопроса были категорически не согласны. Мы не можем в данном деле справедливо разобраться, если мы не будем учитывать того контекста, тех обстоятельств, в которых это дело разворачивалось. И в выступлении очень многих адвокатов, в общем, так или иначе, практически все затронули, значит, говорилось о том, что в первую очередь ответственность должны нести не эти люди, да, что они фактически жертвы сложившейся ситуации. Особенно ярко об этом говорил адвокат Валекенштейн, это один из двух братьев адвокатов, очень известных в начале XX века. А, на мой взгляд, ярче всего выступит вот с основной, так сказать, защитительной идеей Николай Платоныч-Карабчевский, который, конечно, негласно, но абсолютно очевидно был, если угодно, таким старшиной этой защитительной команды. И это, я думаю, что все адвокаты безоговорочно признавали. Надо сказать, что вот, по-моему, это моя субъективная оценка, если говорить о всей дореволюционной российской адвокатуре, в ней был три гения. Это Спасович, это Плевака и это Карабчевский. И вот именно для Николая Платоновича особенно было характерно то, что, во-первых, это был адвокат, который не позволял суду ограничивать вот эти вот обстоятельства. Помните, мы когда говорили о деле Сагамона Тейлеряна, мы упоминали процесс Гулгуляна, который был в Симферополе, и который был очень похож, что уже армянин, репатриант из Турции, убил человека, который до этого во время одного из погромов убил его семью. Вот Карабчевский тогда защищал этого человека и добился его оправдания. И тогда тоже суд все время пытался говорить, мы не обсуждаем, вот, так сказать, положение армян в Турции. Мы не обсуждаем там преследование и так далее. А Карабчевский, несмотря на то, что председатель суда там чуть ли не удалить его из зала заседания, его угрожал и так далее, вот он гнул свою линию. Мы не можем, не можем, не можем. Абстрагироваться от контекста, от истории. И в данный случай Николай Платонович тоже самое вот эту вот линию гнул. Но вот я хочу процитировать кусочек, где Карабчевский, на мой взгляд, именно человеческое измерение всего происходящего очень ярко демонстрирует. Оцените, я надеюсь, что вы оцените, совершенно выдающиеся ораторские способности этого адвоката. По моему личному убеждению он не уступал Федору Никифоровичу Плеваку, признанному лидеру ораторов русской адвокатуры в этом. Кстати говоря, совсем недавно замечательное издательство «Юрайт» издало двухтомничек речей, избранных речей Карабчевского с великолепным предисловием Генри Марковича Резника. Я вам очень рекомендую. Я думаю, что эту книгу еще можно найти в продаже. По крайней мере, в Петербурге она точно есть. Я ее оттуда выписал. Читал буквально взахлеб. Так вот, что говорит Карабчевский. Идея – сила. Раз она назрела, она найдет своего воплотителя. Когда для всех стало ясно, что иного выхода нет, все ждали, ничего не предпринимая, все желали только подчиниться, а не приказывать. Вся команда, как один человек, была угрюма спокойна. И вот в такую минуту раздалась речь небогатого, обращенная к команде. Она и решила дело. Он сказал, что он стар, и время ему умереть, но он не хочет губить других. И вот он один берет на себя позор сдачи и несет за них всех ответственность. От этих слов все облегченно вздохнули, всех угнетала тоска, поистине должен был страдать тот, кто читал теперь отходную на собственных похоронах. Эту отходную прочел себе сам Небогатов. Я хочу заметить, что Карабчевский защищает не Небогатого, а одного из старших офицеров, одного из крейсеров. Его, несомненно, благородное побуждение дать одному ответ за всех, однако, не сбылось. Ему не дано было последнего утешения, хотя бы здесь, на суде, грудью своей отстоять своих подчиненных. Они вместе с ним преданы военному суду. Но не утешит ли, не простит ли его когда-нибудь наша общая мать Родина? Она многострадальная, понявшая, простившая и безропотно понесшая крест Порт-Артура, Ляльяна, Мугдена, Цусимы Портсмута. Неужели не поймет и не простит она одной только Небогатовской сдачи? Вот эта линия, да, можно спорить о том, насколько она с юридической точки зрения правомерна, но вот эта линия, ну что же вы прицепились к адмиралу? Извините меня. Не названа фамилия Куропаткина. А Куропаткину нет вопросов по Лярьяну и по Мугдену. А к всей этой комарильи и под шпилем, что называется в Адмиралтействе, и в военном министерстве, к тем, кто планировал эту войну, нет вопросов. А к тем, кто допустил там выход в море кораблей с недостаточно технически к этому подготовленных, нет вопросов и так далее, и так далее. И вот это человеческое измерение, это, конечно, очень сильный аргумент адвокатов. Но, надо сказать, что суд, в общем, и послушал, и не послушал этот аргумент. Сейчас я скажу, как это в приговоре выразило. Сам Николай Иванович Небогатов в своем последнем слове сказал, например, в частности, следующее. У меня одно теперь лежит на сердце. Высшим приговором, справедливым и беспристрастным, вы поставите каждого из нас на заслуженное место. Но есть люди, это кондуктора Абатсмана, нижние чины, которые не удостоились суда, и которые так и останутся позорно исключенными из службы. Если моя просьба уместна и законна, если вы, господа судьи, что-нибудь можете сделать в этом случае, я покорнейше прошу вас ходатайствовать о возвращении этим чинам воинского звания. То есть, он в последнем слове печется вот о тех людях, которые под суд не попали, но все экипажи сдавшихся кораблей, как допустившие позор, были исключены из службы. И для вот этих самых бацманов и рядовых матросов, для некоторых это был серьезный не только удар по их чести, который, безусловно, есть не только у офицеров, но и там вопросы пенсии и всего прочего, разумеется. Какой был приговор? Приговор был, значит, таков. Во-первых, виновными признали менее десяти человек. Виновными признали Небогатого, трех командиров крейсеров и четырех старших офицеров. То есть, только вот действительно отцов командиров. Здесь очень разное наказание. Значит, суд приговорил Небогатого и трех капитанов первого ранга к смертной казни. Но прямо в приговоре постановил ходатайствовать перед государственным императором о замене этого наказания десятью годами крепости в связи с условиями, в которых они оказались, в связи с мужеством, которое они демонстрировали там накануне в бою и так далее. Что же касается старших офицеров, то они получили четыре, три и два месяца тюрьмы. Но, правда, были лишены воинских званий. Ну, по крайней мере. Вот. Значит, в дальнейшем... Да, Николай II утвердил эти самые десять лет. А в дальнейшем сроки были сокращены. В частности, Николай Иванович Небогатов, он в крепости отсидел два года, а затем по состоянию здоровья он был освобожден. Он был уже немолодым человеком. Вот Дмитрий спрашивает, что стало с Небогатым в дальнейшем. Дожил ли он до революции? Да, он дожил до революции. Несмотря на действительно плохое состояние здоровья, он не прикидывался. Он, тем не менее, дожил до 1922 года. Скончался в Москве. Похоронен на одном из московских кладбищ, по-моему, на Вивиденском. Зиновьев Троевич Рождественский в этом суде выступал как свидетель. Надо сказать, что к нему претензий у власти не было. Он тяжело ранен был в первые часы боя. И когда он вылечился, вернулся из плена, то он был восстановлен в своей должности начальника главного военно-морского штаба. Но на него обрушилась совершенно безумная общественная критика через газеты. И он в конечном итоге сначала подал в отставку, а потом потребовал суда над собой. Вот уже дважды наши слушатели не выбирали суд над Зиновьевом Петровичем, который мы предлагали. А жаль, суд очень интересный, потому что не часто так бывает, чтобы человек требовал, настаивал на том, чтобы его судили и либо оправдали, либо осудили. Суд его, кстати говоря, оправдал. Значит, Виталий спрашивает, не было ли тогда заградотрядов и понятия врагов народа. Ну, заградотряд на море я себе не очень представляю. Мне кажется, их впоследствии не было. Вот. Понятия врагов народа, ну, именно в такой формулировке не было. Хотя вообще в ходе, после русско-японской войны обвинения будут сыпаться в самых разных направлениях. И, в частности, такая ура-патриотическая пресса будет очень обильно муссировать идею удара в спину внутренних врагов. Ну, да, да, да. Там это еще совпадает и с революции. И с японскими агентами. И тем, что действительно эсеры заигрывали с японскими агентами, что был, то был. Другое дело, что если посмотреть на реально, что из этого получилось, то, конечно, русско-японская война не из-за этого проиграли. Ну, да. Даже не из-за того оружия, которое посылали восставших. Нет, конечно. Да. А вот формулировка Виталия, что морякам вменялось в вину то, что они вернулись живыми. Ну, по сути, да. Да, это очень часто. Это как раз вот то самое, что вменяется в вину тем, кто даже в подчинении. Даже те, кто не принимал решения. Но это очень вообще вот вся эта бурная дискуссия и эти процессы после русско-японской войны, эти попытки остаться на позиции победоносных войн, остаться на позиции войн с позиции силы, это тоже показательно достаточно. Вот Дмитрий спрашивает, что в этом процессе не так, вспоминая, собственно, назвали наши передачи. Вы знаете, с точки зрения того времени там все так, а с точки зрения нашего времени нам сейчас удивительно, что в таком деле военный суд, как бы то ни было, чтобы в законе не было написано, конечно, ведомственный, конечно, зависимый, все это понятно. Суд так добросовестно и, в общем, на мой взгляд, беспристрастно разбирался, стараясь действительно определить меру вины каждого и в конечном итоге принял решение, соответствующее закону, но в рамках этого закона более чем гуманно. Да. И это еще, он еще очень морской. Это правда. Очень морской. Флот всегда был особой кастой внутри армии и с особыми дополнительными представлениями о чести. Да. И с такой вот флотской спайкой, конечно, да. Конечно. Да. Это очень интересное вообще последствия русско-японской войны. И так как повлияло ли это на поведение военных в бою в дальнейшем, ну, нет, уставы остались, была проведена военная реформа. И здесь, на что это повлияло? Это повлияло очень во многом на подготовку именно, подготовку компаний, на тыловое обеспечение. Но очень многие вещи вылезли и через 10 лет вылезут. Конечно. Дело в том, что те, кто были лейтенантами на флоте, да, и поручиками в русско-японской, ведь Первой мировой будут командовать батальонами, полками, крейсерами. Это все, безусловно, скажется. Да. И, кстати, интересно проследить, как кто провел русско-японскую войну. Вот адмирал Колчак, например, один из лейтенантов Врангель. Врангель тот же самый. Врангель с его лихими атаками врангельцами. Это действительно человек был, который покрыл себя славой там. Друзья мои, вот у нас такое задумаемся, задумаемся об этом. Давайте и помним о подвигах тех же самых и о том же варяге, который в 15-м году отдадут японцы. С большими почестями, с большой помпой отдадут его. Снова переименуют у нас здесь его варяг и поднимут русский флаг на нем в 15-м году. А вот судьба императора Николая I, я имею в виду, совсем другая. Он войдет в состав японского флота как учебное судно, а в 22-м будет как цель учебная расстреляна потом. Очень многие. Но давайте не будем про отечественные цели. Императорская ерта Шпандарт, например, уникальная. Она погибла как мишень. В 50-х годах уже.